В группе этих заболеваний самое важное не упустить время, но и предотвратить их развитие еще до рождения тоже возможно. Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о врожденных пороках сердца. От того, насколько рано поставлен диагноз и начато лечение, а также как своевременно проведена хирургическая коррекция, часто зависит жизнь ребенка. Эти вопросы мы сегодня будем задавать специалисту, врачу-кардиологу. Но перед тем, как мы начнем наш разговор, небольшая анатомическая справка. Сердце. Это внутренний насос, состоящий из мышц, который постоянно перекачивает кровь по сложной сети сосудов в нашем организме. Человеческое сердце состоит из четырех камер. Две верхних называются предсердиями, а две нижних камеры – желудочками. Кровь последовательно поступает из предсердий в желудочке, а затем в магистральные артерии, благодаря четырем сердечным клапанам. Они открываются и закрываются, пропуская кровь только в одном направлении. Правильная и надежная работа сердца обусловлена правильным строением, а изменения в физиологической структуре органа приводят к нарушениям в движении потока крови внутри сердца или по большому и малому кругам кровообращения. Именно такие изменения называются пороками сердца. Кстати, они могут быть не только врожденными, но и приобретенными. Сейчас время представить гостей нашей сегодняшней программы. Итак, давайте знакомиться. У нас в гостях врач-кардиолог, заведующий кафедрой поликлинической терапии и общей врачебной практики, кандидат медицинских наук, доцент Наталья Федоровна Боколец. Здравствуйте. Здравствуйте. И будут нам помогать двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Юлия Симакова и Артем Концевой. Здравствуйте, ребята. Ребята, традиционно мы начинаем нашу программу с вопроса для вас. Пожалуйста, внимание на экран. Когда нам приходится принимать сложные решения, мы нередко говорим, что сделали этот выбор сердцем. Но известно ли вам, что это выражение может иметь буквальное значение? Сердечный ритм влияет на наши чувства, эмоции, даже интуицию. А вот один исследователь решил это доказать. Кто это был и как он это сделал? Эти вопросы для вас. Первый вопрос для вас уже прозвучал. Вы можете пока покопаться в истории, поискать ответ. А мы начнем наш разговор. Наталья Федоровна, мы уже обозначили о том, что пороки сердца бывают приобретенные и врожденные. Сегодня хотелось бы поговорить именно о тех пороках, с которыми человек уже рождается. Скажите, пожалуйста, статистика Гомельской области. Насколько часто такие новорожденные появляются на свет и какие, в принципе, это пороки? Прежде всего, следует сказать, что среди всех врожденных пороков развития сердечно-сосудистых заболеваний, с которыми может родиться человек, следует выделить две группы заболеваний. Первое – это действительно врожденные пороки сердца, которые проявляются тяжелыми пороками, нарушения структуры, аномалии развития сердца. Сосудистые системы и приводят нередко к фатальным осложнениям. Это такие пороки сердца, как дефект межжелудочковой перегородки, межпредсердной перегородки, карктация, аорта и многие другие. Другая группа заболеваний, которых больше, но которые не столь фатальные – это малые аномалии развития сердца. Их, конечно, много. Они не проявляются чаще всего сердечной недостаточностью и чаще всего не требуют хирургической коррекции. Если говорить о статистике, то вообще в Республике Беларусь рождается 8-10 младенцев с рожденными пороками сердца на тысячи новорожденных. То есть каждый год в Республике Беларусь рождается 1000-1200 таких детей. Если говорить по Гомельской области, то в 2018 году у нас родилось 323 таких ребенка. И на конец 2018 года всего по Гомельской области у нас таких детей 4274. Если говорить о малых аномалиях развития сердца, сюда относится очень такая часто распространенная патология, как пролапсометрального клапана, аномально расположенные у хорды левого желудочка, может быть, аневризмы межпредсердной перегородки и многие другие, то они, конечно, распространены более часто. Таких детей у нас в Гомельской области порядка 8000. То есть не такая уже редкая эта патология? Нет, это не редкая патология. К сожалению, с каждым годом она нарастает. Наталья Федоровна, а можно ли поставить такой вот диагноз еще пока женщина беременна, если у нее ребенка вот этот порок? И что в этом случае специалисты предлагают маме? Да, в настоящее время существует пренатальная, то есть диагностика врожденных пороков сердца до рождения. И такая диагностика пороков сердца возможно уже на 14-16 неделе беременности, когда можно заподозрить этот порок сердца, а к 20-й неделе уже со 100% вероятностью установить, что такой порок сердца у ребенка есть. Это при помощи ультразвукового исследования? При помощи ультразвукового исследования, конечно. Такая ранняя диагностика врожденного порока сердца, во-первых, дает шанс родителям право выбора. К сожалению, существуют тяжелые, несовместимые с жизнью пороки сердца, когда все-таки предлагается прерывание беременности. Но в настоящее время большинство пороков сердца оперируются достаточно успешно на ранних периодах, то есть период новорожденности, в первый год жизни. Поэтому это тоже дает шанс психологически подготовить родителей к тому, что родиться такой ребенок, и нужно столкнуться с теми или иными трудностями, которые можно преодолеть, конечно. Следующий разрабатывается индивидуальный план ведения такой беременной. Ее ведет врач-экушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач-кардиолог. И если у женщины действительно будет ребенок с таким пороком развития, то рекомендуется, ее переводят в РНПЦ мать и дитя. Идет родоразрешение, чтобы этого ребенка как можно раньше доставить в научно-практический центр детской хирургии для ранней операции. То есть через 15 минут можно перевести этого ребенка и прооперировать. И прогноз жизни у него будет благоприятный, он будет такой же, как все дети. Ну, вы уже начали обсуждать то, что раннее выявление пороков очень важно для последующей жизни. Ну, если не знали, если это небольшой какой-то был порок, который не увидели внутриутробно, пока еще развивался ребенок. И вот он рождается. Как важно, в какое время и что для этого делаться, чтобы поставить этот диагноз? Ну, если говорить так вот по статистике, то примерно 20% детей, которые рождаются уже с пороками сердца, да, их нужно оперировать в период новорожденности. А 35% детей, им следует проводить операцию в первый год жизни. То есть если затянуть со сроками операции, то эти дети просто могут не дожить, сердце перестанет работать, они выйдут на сердечную недостаточность. И в настоящее время существует как раз таки ранняя стратегия выявления и оперативного вмешательства при этих пороках сердца, потому что в течение первых лет жизни может сформироваться тяжелая структурная патология сосудов, сердечная недостаточность, присоединяться инфекционные осложнения, и эти дети могут погибнуть. Есть ли такие пороки, которые сразу, может быть, нельзя диагностировать, а нужно какое-то время понаблюдать за ребенком и только потом поставить? Или, может быть, они настолько незначимы, что просто наблюдение, не нужна какая-то коррекция уже в течение первого года? Есть такие пороки, но это относится больше к малым аномалиям развития сердца, я подчеркиваю. То есть это незначимые пролапсы метрального клапана, который, конечно, не выявляют сразу. Это, может быть, открытое овальное окно, такой порок, который, может, не следует оперировать и наблюдать. Очень частая такая распространенная сейчас у нас патология это двустворчатый артальный клапан. Здесь, конечно, но я говорю, что это малые аномалии сердца, и здесь диагностика бывает иногда и во взрослом периоде. Ну, они для жизни, в общем-то, благоприятные течения. Для жизни они достаточно благоприятны, да. Наталья Федоровна, существует ли какая-то сезонность развития врожденных пороков? Вот, например, мы знаем время, когда вирусные инфекции бушуют. Если это приходится на первую половину беременности у женщины, есть ли у нее риск, что разовьется у ребенка порок сердца? Ну, если говорить вообще о факторах риска врожденных пороков сердца, то 90% всех врожденных пороков сердца обусловлены внешними факторами. И одни из значимых внешних факторов – это как раз-таки инфекции. И если говорить об инфекциях, то наиболее значимая инфекция – это, конечно, коревая краснуха, когда риск врожденных пороков сердца увеличивается в 14 раз. Это грипп. Поэтому всем женщинам, которые планируют беременность, рекомендуется обязательно, как и всем людям, что привиться от гриппа перед беременностью. Или это уже второй, третий, триместр беременности. Но очень важно понимать, что наиболее неблагоприятные факторы, которые действуют на организм женщины, которые вызывают врожденные пороки сердца, они действуют примерно от 7 до 14 дня беременности. То есть это первые три места беременности. И как раз-таки, если складываются неблагоприятные какие-то стечения обстоятельств, то есть инфекционные осложнения, то здесь возможны, конечно, такие исходы. Если говорить о других инфекционных причинах, то это следует упомянуть ветряную оспу, это может быть цитомегаловирус. Среди вирусных инфекций это микоплазменная инфекция, это может быть листериоз, это может быть туберкулез и сифилис. Вот это те значимые инфекции, которые могут вызывать инфекционные осложнения. Спасибо. У ребят было достаточно времени для того, чтобы подготовить ответ на мой первый вопрос. Мы хотели бы послушать, можно ли чувствовать сердцем, и кто первый об этом сказал? Кто будет отвечать на этот вопрос? Можно я? Юля, пожалуйста. Добрый день. Исследователем данной области был аргентинский врач-невролог Агустин Ибанес. Ему предоставилась уникальная возможность, чтобы исследовать и подтвердить данную теорию. Объектом его исследования был пациент по имени Карлос. Ему произвели имплантацию сердца дополнительного. То есть это имел вид механического насоса, который забирал часть нагрузки от собственной сердечной мышцы. После проведения имплантации он жаловался на ощущение, как будто его грудь упала в живот. Но также при проведении пульсового исследования он ориентировался не на ритм собственного сердца, а на ритм уже механического насоса. И при этом ему ощущения эти доставляли дискомфорт некий. Это влияло на эмоциональное и социальное восприятие мира. Врач показывал фотографии пациенту, на которых были изображены травмированные люди с болевым синдромом. Но при этом особого сочувствия у Карлоса это не вызывало. Артем, у вас есть что-нибудь добавить? Нет, Юля сказала достаточно полное и мне нечего добавить. Хорошо, тогда, чтобы не терять время, мы продолжим наш разговор. И я предлагаю для вас второй вопрос. Американский ученый Джеффри Карп на протяжении десятилетий занимается вопросами усовершенствования хирургического лечения врожденных пороков сердца. И добился, кстати, значительных успехов в этом направлении. О результатах его работы вышла статья в знаменитом медицинском издании Science Translation Medicine. А о чем была эта статья? Это «Вопрос для вас». Ребята, еще один ученый, еще один вопрос для вас. Пожалуйста, думайте, готовьте ответ, а мы пока продолжим наш разговор. Наталья Федоровна, уже мы упомянули инфекционные заболевания, которые являются факторами рисков, возможными развития порока сердца у ребенка. Скажите, пожалуйста, но еще есть ряд других факторов. В частности, вот нездоровый образ жизни, употребление алкоголя, курение. Что на самом деле, вот какие здесь особенности? Да, существует много других факторов риска, которые могут вызывать врожденные пороки сердца. Конечно, это могут быть вредные привычки. В частности, хронический алкоголизм или часто употребление алкоголя повышает риск такого грозного врожденного порока сердца, как дефект межжелудочковой перегородки. То есть это доказанный факт. Также курение во время беременности либо пребывания в местах, где много курят. Это тоже обладает таратогенным эффектом. Важно помнить, что беременная женщина должна принимать только те лекарственные средства, которые прописал лечащий врач. То есть стоит строго по показанию. Потому что много лекарственных препаратов обладают таратогенным, то есть неблагоприятным воздействием на формирование сердечно-сосудистой системы. И таким ярким примером неблагоприятного воздействия лекарственного непроверенного препарата является такая история, как талидомидная катастрофа. То есть известно это в истории, когда в 1957 году в Европу вышел на рынок такой препарат, как талидомид. Его позиционировали как абсолютно безопасный препарат для беременных женщин, который снимает такие симптомы, как тошноту, беспокойство, бессонницу. И всем подряд прописывали этот лекарственный препарат. И через три года получили всплеск врожденных уродств, врожденных аномалий развития. Таких детей было порядка 12 тысяч, с которых только 5 тысяч остались живыми. Поэтому, конечно, нельзя беременной женщине принимать даже те препараты, которые там где-то позиционируют, прописывают, там те же самые БАДы, которые неизвестны. Только то, что прописал доктор. Следующим таким фактором риска неблагоприятным, конечно, являются различные такие факторы экологически неблагоприятные, как вредные вещества, например, диоксид азота, углеводороды, фенолы, формальдегиды и так далее и тому подобное. К сожалению, экология у нас пока не улучшается, а только ухудшается. Радиационный фактор, его никто не отменял. Вот, тем более мы живем в такой зоне. И женщинам, конечно, не следует есть грибы и ягоды, которые растут в непроверенных местах. И следует к этому очень внимательно относиться. Еще следует упомянуть, конечно, хронические заболевания у беременных. Доказан такой фактор риска, как ожирение, например, или декомпенсированный или некомпенсированный сахарный диабет, который желательно пролечить и компенсировать перед планированной беременностью. Эпилепсия, ревматическая болезнь сердца – это тоже те неблагоприятные фоны, на которых может развиться у ребенка будущего порог сердца. Наталья Федоровна, а существует ли генетическая предрасположенность к развитию врожденных пороков сердца? Конечно, существует. И 10% всех врожденных пороков сердца – это как раз-таки хромосомные аномалии либо какие-то моногенные мутации. И известна абсолютно четкая корреляция между теми или иными пороками развития и врожденными пороками сердца. Яркий пример – это синдром Дауна. То есть 50% детей с синдромом Дауна имеют врожденные пороки сердца. Зачастую это могут быть комбинированные пороки сердца. А можно привести еще такие примеры. Например, синдром Эллерса-Данло, синдром Морфана и другие синдромы, когда четко существует генетическая аномалия, предрасположенность и те или иные пороки сердца. Скажите, пожалуйста, еще, а как диагностировать врожденный порок? Что для этого сейчас делается? И в каком возрасте это можно сделать? В настоящее время, конечно, золотым стандартом диагностики врожденных пороков сердца является эхокардиография. УЗИ, да? Да, конечно, ультразвуковое исследование сердца. Если раньше, в 90-е годы прошлого века, были только эхокардиографы с одномерным режимом, недостаточным разрешением, то сейчас супер-классная аппаратура с хорошим разрешением, хорошие специалисты. Поэтому диагностика врожденных пороков сердца в большинстве случаев вообще не представляет никаких сложностей. Диагностировать можно в любом возрасте, как я говорила, уже в пренатальном периоде. Конечно, иногда бывают сложности в диагностике, тяжелые комбинированные пороки сердца. И тогда существует так называемое инвазивное предоперационное обследование этих пациентов. То есть это золотой стандарт диагностики. А врожденный порок сердца – это всегда хирургическое лечение? Если говорить о тех врожденных пороках сердца, которые ведут к выраженным нарушениям гемодинамики, то это однозначно оперативное лечение. Здесь я не буду лукавить, то есть никакие лекарственные препараты, здесь порок сердца не исправят. У нас каждый год в Беларуси оперируются 1000-1200 таких детей. В настоящее время существует малоинвазивное либо мини-инвазивное оперативное вмешательство, когда не надо делать торакотомию, разрезы. То есть это, если грубо говоря, то ребенку дырочку в сердце ставят заплатку, которую водят через сосуд. Такая операция идет полчаса, и этого ребенка могут выписать уже на второй-третий день после оперативного вмешательства. И этот ребенок будет здоровый. Если говорить о малых аномалиях развития сердца, то здесь, конечно, существуют неоперативные подходы к лечению, потому что это нарушение развития соединительной ткани, и здесь могут быть назначения лекарственных препаратов и медикаментозной терапии. Что делать таким людям или таким детям? Во-первых, соблюдать режим труда и отдыха. Адекватный отдых, например, час работы, 10 минут перерыв. Это ЛФК, это может быть физиолечение, это может быть массаж, потому что зачастую эти пороки сердца сочетаются с другими пороками развития. Там гипермобильность суставов, повышенная растяжимость кожи, хрупкость сосудов и так далее. То есть много различных. Это прием витаминов, то есть антиоксидантные комплексы, витаминные группы В. В. Это препараты, которые увеличивают коллагенообразование, это янтарная кислота, метаболические препараты. То есть в данной ситуации возможно как раз таки немедикаментозное введение этих пациентов. Вот. Но, конечно, и очень важно людям, у которых есть малые аномалии развития сердца, проводить профилактику инфекционного эндокардита, потому что у них есть риск развития попадания инфекции на клапаны, грубо говоря, и развития септиса с тяжелыми последствиями. Но, конечно, существуют малые аномалии развития сердца, тяжелые, как тяжелый пролапс метрального клапана, например, разрывы хорд и другие, когда все-таки оперативное лечение возможно и нужно. Елена Федоровна, эти люди, эти дети, они находятся на каком-то учете у врачей и уже врач рекомендует все эти комплексы? Конечно. Если говорить о врожденных пороках сердца, то это, конечно, однозначно спонсорное наблюдение и осмотр. И пациенты с малым аноманием развития сердца также должны находиться под наблюдением врача. Спасибо. Я предлагаю сейчас послушать ответы наших ребят. Я думаю, у них было достаточно времени, чтобы определиться, какой же прорыв в хирургическом лечении врожденных пороков сердца на сегодняшний день мы уже видим. Кто будет отвечать на этот вопрос? Думаю, я отвечу на этот вопрос. Пожалуйста, Артем. Джеффри Карп – это известный американский биоинженер, который еще с 2007 года изучал свойства жидких секретов, которые вырабатывали такие существа, как слизни и океанские черви. Они строили замки под водой, которые долгое время были устойчивы. Поэтому он на базе этих исследований о клейких секретах совместно с другими учеными из технологического университета и двух бостонских больниц они провели исследование и изобрели клей, который может склеивать биологические ткани. На данный момент в хирургии при пороках развития используются швы и скобы. Но они, во-первых, травмируют хрупкую ткань, во-вторых, они не всегда моментально создают непроницаемость для крови. И поэтому изобрели клей, и актуальность этой темы заключается в том, что изобрели клей, который можно наносить и использовать специальные заплатки, которые бы моментально заклеивали дефект, а также были кровостойкими, гидрофобными, не были токсичными в организме, и при этом были надежными, которые крепко склеивали ткани. Исследования они проводили на лабораторных крысах и свиньях. Они создавали дефект в межпредсердной перегородке, межжелудочкой перегородки свиней, и потом при помощи малоинвазивной хирургии, тонкого разреза в левом желудочке, они наносили на этот дефект заплатку с этим клеем. И преимущество этого клея было в том, что его можно было перемещать, потому что отвердитель, он также состоит из клейкого состава и отвердителя. И преимущество его заключалось в том, что отвердевал он благодаря ультрафиолетовому свету. И воздействие ультрафиолетового света для полного затвердения требовалось незначительно, буквально 5 секунд. И поэтому, по сравнению с другими клеями-предшественниками, можно было применять этот клей и не бояться, что он застынет раньше положено. И можно было нанести точно на тот дефект, который нужно. Артем, хороший, полный ответ. Большое спасибо. Наталья Федоровна, у нас передача подходит к концу. Мне хотелось бы, чтобы в конце такое завершение у нас получилось. Совет, очень важный совет для женщин, которые планируют беременность. Что в плане подготовки к этой беременности важно, чтобы предупредить рождение ребенка с врожденным пороком сердца? Ну, советы можно дать достаточно простые. Обоим родителям и женщине во время беременности, конечно, не следует употреблять алкоголь. Не курить. То есть очень простой совет. Женщина должна хорошо питаться. Должна быть диета или питание богата аминокислотами, липидами, витаминами, микро-макроэлементами. Как я говорила, привиться вовремя от гриппа, либо от коревой краснухи. Значит, избегать употребления лекарственных средств, особенно в первые три месяца беременности, только по строгим показаниям. Избегать вредного воздействия. Ну, а вообще, я хотела бы такие дать советы. Вот известный бразильский генетик Диего Каэли нам дал такие заповеди. Первая заповедь, что любая женщина фертильного возраста может быть беременной. Вторая заповедь женщине. Старайся завершить создание своей семьи в молодом возрасте, то есть до 35 лет. Хорошо питайся. Значит, питание должно быть многоразнообразное, богато овощами и фруктами. Не употребляй алкоголь. Не кури, избегая мест курения. Привейся от краснухи не позже, чем за три месяца до планируемой беременности. Значит, обязательно нужно соблюдать рекомендации врача во время беременности. Я имею в виду ультразвуковое исследование, диагностика, дополнительные методы исследования. Обязательно нужно узнать о тех профессиональных вредностях, которые могут быть на работе у женщины и которые могут вызвать те или иные пороки развития. Если в чем-то сомневаешься, обратись к специалисту. Спасибо большое. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Сегодня в гостях у программы «Тело человека» был врач-кардиолог, заведующая кафедрой поликлинической терапии и общей врачебной практики Наталья Федоровна Боколец. Спасибо. Ребята, благодарю вас за участие и до новых встреч. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова